Всем привет! С вами Анастасия Кривицкая и сегодня хочу поделиться списком вещей, как я обещала, которые были актуальны в прошлом, позапрошлом году и остаются в тренде также и в этом году. И в принципе, когда я составляла этот список и вспоминала, что хотела вам рассказать, я поняла, что это такой классный список вещей, который долгое время не выйдет из моды, и я бы даже сказала, что это хорошая база на жаркий сезон, весна, лето. Надеюсь, что это видео вам понравится, если да, то очень буду благодарна за лайк и комментарии под этим видео. А теперь давайте приступим. И, пожалуй, первый тренд, с которого я бы хотела начать, это кожа, а именно вещи из кожи. Этот материал по чуть-чуть, по чуть-чуть внедрился в нашу жизнь, начиная с юбок, косу, кожаных курточек, потом пошли брюки, жакеты, рубашки, платья, что только уже не придумали из кожи. И мне этот тренд лично очень нравится. Почему? Потому что вещи из кожи это всегда стильно, красиво и к тому же практично и тепло. А некоторые вещи уже смело можно отнести в базу, например, ту же косуху или жакет, или рубашку, брюки. Кожа не самый практичный материал именно на лето, потому что все-таки, да, она парит и жарко. Но лично я ношу, например, даже вот этот жакет из эко-кожи, брюки и весной, и осенью, и зимой. Так что, девочки, если вы задумывались покупать или не покупать ту или иную вещь из кожи или эко-кожи, то лично я очень советую. Такие вещи всегда вносят какую-то нотку шика в ваши образы. И это модно. Говоря о коже и эко-коже, не могу здесь не упомянуть о косухах. Покупать или не покупать в 2021 году косуху. Я скажу, что если вам нравится, то покупайте, потому что это, в принципе, базовая вещь. И сейчас в целом в тренде косухи как приталенные короткие, так и оверсайз объемные. Поэтому здесь смотрите, какая вам больше нравится, какая подходит по фигуре. Единственное, что нужно понимать, с чем носить ту или другую косуху. Например, короткие косухи, такие прилегающие маленькие, я их еще называю кусые. Кстати, они не самые практичные, потому что с объемными свитерами, например, осенью их не очень удобно носить. Но если вам нравится, то почему нет? Но единственное, носите такие косухи с свободным низом, то есть это могут быть джинсы white leg, широкие брюки палаца, какая-нибудь легкая летящая юбка. То есть нужно ее сочетать с чем-то таким контрастным по объему. А вот что касается объемных косух, то как раз можно их и носить со скини, с лосинами, с какими-то прилегающими силуэтами. Здесь можно уже экспериментировать и, в принципе, тоже с широкими вещами можно. Так что прежде чем покупать косуху, подумайте, с чем будете ее носить, какой стиль больше предпочитаете, и уже тогда решайте, брать маленькую, короткую и приталенную, или наоборот, свободную и оверсайз. Следующей беспрогрешной вещью в гардеробе на теплую весну и на теплую осень станет тренч. Тренчи кочуют из года в год, и если мода меняется быстро, как все говорят, хотя я бы так не сказала, то тренчи остаются с нами практически всегда. Единственный момент, нужно подобрать для себя правильный фасон. Лучше предпочтите свободные оверсайз тренчи длины ниже колен. Или, если хотите быть совсем в тренде, тогда берите макси тренч, который практически касается пола. И еще небольшой совет по поводу типа фигуры. Если вы очень худенькая, то я советую брать тренчи, которые хорошо держат свою форму. У меня сейчас два тренча. Один такой классический бежевый с Алиэкспресс недавно пришел. Этот с сайта Гипюр, тоже очень классный. И тот, и другой держат прекрасно свою форму. Этот, правда, немного тоньше. Такие тренчи очень классно структурируют образ. Они как будто собирают, и на очень худенькой девушке смотрится намного лучше. Поэтому, если вы, наоборот, такая аппетитная девушка с хорошо выраженными формами, то я вам советую как раз присмотреться к тренчу струящей ткани, потому что она очень здорово сглаживает все эти объемы и вытягивает немножко рост, силуэт и страниц. Как минимум советую вам примерить и тот, и другой, и посмотреть разницу. Следующий крутой тренд, который остается с нами на жаркий сезон, это шорты Бермуды. Я обожаю эту вещь и жду не дождусь тепла, когда снова смогу надеть эти шорты. Эти шорты я, кстати, заказала на сайте Ларидуд в прошлом году и просто обожаю их. Носила все лето, осенью и отдыхать мы улетали тоже носила. Почему я так люблю эти шорты? Потому что они очень стройнят ноги. На фоне этих широких штанин ноги кажутся будто спичками. Это просто прекрасная модель и к тому же они идут всем. Единственное, нужно найти свою длину, потому что она может быть до колен, а может быть ниже колен. Здесь все зависит от вашего роста. Помимо этого, эти шорты прекрасно вписываются в любой образ, в любую ситуацию. Будь то на пляж под шлепанцы, или в офис под или иной жакет, например, и босоножки, или на вечеринку под каблучки и какой-нибудь шелковый топ. Обыграть можно совершенно по-разному и любой образ будет выглядеть стильно, модно, современно. Очень советую себе приобрести подобные. Я постараюсь вам оставить ссылки на модели, которые найду, и не только на шорты, а все, что вам сегодня расскажу, постараюсь все ссылки оставить в описании. Я себе, например, заказала еще подобные шорты Бермуды, только классические. Уже жду не дождусь, и как только придут, обязательно вам покажу. И, кстати, хотела еще раз вам напомнить, что на сайте Ларидут у меня для вас есть скидка 29% по промокоду. Оставлю этот промокод здесь, и также в описании к видео. Обязательно пользуйтесь, если часто заказываете на Ларидут, то это очень хорошая скидка. К тому же там всегда можно найти классные, стильные вещи со скидками, и по промокоду еще дешевле получится. Кто-то меня недавно спрашивал, стоит ли покупать жакет, будет ли он в тренде и в следующем году, и дальше. Девочки, однозначно стоит. Я вообще считаю, что жакет и брюки – это мастхел в гардеробе каждой современной девушки. И вообще, в целом, лучше брать костюмом. Костюм станет вашей палочкой, выручалочкой в любой ситуации. Если вы давно подписаны на мой YouTube-канал и Instagram, то однозначно видели не раз, как я обыгрываю костюм, брюки и жакет по отдельности и вместе. Если, кстати, не подписаны, то обязательно подписывайтесь, я уверена, что вы найдете для себя много полезного. Так что да, костюм однозначно стоит приобрести. Это отличная, стильная, модная, современная база, которая вам пригодится в любой ситуации и по любому случаю. А вот что касается фасона и цвета костюма, то здесь нужно уже смотреть ваш тип фигуры и ваши предпочтения. Потому что часто меня спрашивают, какой цвет лучше взять, я не могу этого знать. Нужно понимать, какой ваш гардероб и подбирать под него. Само собой, вы не прогадаете, если купите костюм в черном, сером цвете, в базовом каком-то оттенке, да, темно-синим, темно-коричневым. Или, например, на лето светлый костюм, белый или вот в цвете айвори. Это всегда беспроигрышный вариант. Но сейчас очень популярны также костюмы и какие-то яркие, зеленый, розовый, синий, голубой. Берите то, что вам больше нравится, что вам больше подходит. А еще однозначно советую приобрести на жаркий сезон. Это костюм из льна. Лен, как материал в целом, популярный уже не первый сезон. И ничего странного на лето, на жаркую весну и осень. Это самый практичный и комфортный материал. Ассортимент из этого материала с каждым годом становится все шире. Жакеты, рубашки, платья, юбки, шорты, брюки, панамы, топы, майки, футболки. Что только они придумали уже. Особенно популярны в этом сезоне будут вот такие вот оверсайз рубашки из льна. У меня их уже несколько. Сейчас на мне вот это вот от H&M. Эту, которую я показывала, заказывала в инстаграм-магазине. Также у меня есть очень классная белая льна рубашка от Ларри Дут. Я просто, как видите, обожаю летом носить длинные рубашки. И обожаю вот этот вот длинной костюм. Прелесть этого материала в том, что он натуральный. И он не парит летом. Даже если надеть какие-то закрытые вещи. Те же, например, брюки палаца. Или вот рубашка, которая полностью закрывает тело. И скрывает наше тело от солнца. То есть защищает его. Но все равно этот материал позволяет коже дышать. Поэтому все его так обожают. Все его носят летом. И вам очень советую, если у вас еще нет подобных вещей. И вообще вещей из льна. Крутой тренд, который однозначно стоит вашего внимания. И который стал классной базой в гардеробе. Еще один такой же практичный и комфортный тренд. Это широкие брюки. Широкие брюки начали возвращаться к нам в моду еще где-то года два назад. Но особенно на пике популярности они именно в этом году. И я однозначно советую вам как минимум примерить. По той же причине, что и предыдущие тренды. Это комфортно, это стильно, модно. Это, кстати, очень элегантно. И эти брюки идут всем. Да-да, именно всем. Те, кто говорят, что мне не идут широкие брюки. Наверняка просто не примеряли эту модель. Или примеряли, но неправильную. Помимо этого, эти брюки будут с нами еще очень долго. И мне кажется, это тоже станет очень классной базой в гардеробе. Особенно я советую примерить и приобрести себе такую модель девушкам, которые хотят визуально вытянуть свой рост, свой силуэт. И немного выглядеть стройнее и худее. Они действительно очень круто вытягивают этот силуэт. У меня пока что только одна такая модель. Не считая джинсы лайтлэк. Эти брюки от Ларри Дуд. Вы уже не раз у меня, наверное, их видели. Темно-синий цвет. Очень красивые. Легкие, комфортные. Высокая посадка. Идеальная длина. Я хочу теперь точно такую же модель. Еще как минимум в светлом каком-нибудь оттенке. Чтобы на лето, я представляю, этот красивый, такой летящий светлый образ. Будет очень здорово смотреться. Теперь немного об обуви и сумках. Что я бы советовала, и что однозначно не выйдет из моды еще долго, и остается с нами из прошлых сезонов, так это лоферы. О них я вам уже рассказывала и показывала, поэтому долго не буду на них останавливаться. У меня, к примеру, вот такие вот бежевые классические лоферы. Также есть в красивом темно-бутылочном цвете. всегда актуальная модель, всегда подходит под любой образ, и очень комфортно. Также с прошлых сезонов остаются с нами босоножки с тонкими ремешками. Очень красивая, нежная и женственная модель, которая как-то делает любой образ таким утонченным, нежным, очень женственным. Однозначно советую приобрести себе подобную модель. В каком цвете выбирайте сами. У меня вот в белом, например, эти от Бершка. И, как видите, они на высоком, достаточном каблуке. А эти от Лори Дуд. Те и те с эко-кожей. Но эти плюс в том, что у них стелька кожаная и устойчивый небольшой каблук. Если честно, то эти от Бершки я надевала в прошлом году буквально три раза, потому что, ну, все-таки некомфортно каждый день в них бегать. А вот эти вот просто заносила в прошлом году. Так что смотрите сами. Если вы хотите что-нибудь на выход, то лучше, конечно, взять что-то более утонченное, и нежное на каблучке. Если хотите на каждый день, то советую брать на какой-нибудь маленьком устойчивом каблуке. Также модная трендовая обувь, которая остается с нами с прошлых сезонов, это вот подобные шлепанцы с широкими ремешками, а также босоножки с широкими ремешками. Классно смотрится. У меня вот такие вот черные кожаные от бренда Preppy. Не помню, уже покупала, по-моему, года два назад. Очень довольна, очень комфортные, мягкие, и реально ношу их практически каждый день в жаркий сезон. Еще себе заказала подобные босоножки, скоро придут, надеюсь. Но только в белом цвете, потому что, кстати, на лето я бы советовала все же брать какую-то светлую обувь, потому что на фоне светлого образа такие вот черные, грубые босоножки, шлепанцы или, не знаю, макосины, они смотрятся слишком грубо и массивно. Так что летом советую предпочитать светлую обувь. Что касается сумок, с какими сумками вы однозначно не прогадаете. Это, во-первых, летом всегда популярная соломенная сумочка. Их можно практически в каждом магазине найти, не проблема. Тема мне очень нравится, как она смотрится в летнем образе, легко, так, непринужденно. По-моему, года два назад она была на пике популярности и сейчас остается с нами. Также не прогадайте с маленькой вот такой вот сумкой интересной сжатой формы. Это сумочка с Алиэкспресс, оставлю вам обязательно ссылку. Она офигенная. На свою цену я просто в шоке, что она настолько качественная и классная. Обожаю ее летом носить на плече, на руке. Вот так вот. Очень комфортная, стильная. И третья сумка при покупке, которую вы однозначно не прогадаете. Это вот такие вот огромные сумки из хлопка. Тоут или шоппер. Они очень комфортные и популярные в этом году. У меня от бренда Гэс. Я видела также подобную сумку у Эвсен Лоран. И очень много сейчас, по-моему, бренд Коуч. Еще какой-то там. Короче, их очень много сейчас, потому что они комфортные, классные, стильные и практичные. Я прежде всего ее брала для того, чтобы туда можно было легко поместить ноутбук и выбраться, например, куда-нибудь в парк, поработать. Классно то, что ее можно носить как и вот так вот в руках, так и на плече. Потому что у нее такой длинный здесь ремешок. На этом у меня сегодня все. Но это были тренды, которые остаются с нами с прошлых сезонов, которые практичные, комфортные, удобные и очень стильно и красиво смотрятся. При покупке которых вы точно не прогадаете. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Ставьте палец вверх, если это да. И до скорых встреч. Готовлю для вас много новых интересных видео. Целую. Пока.